Мало того, что сама столица закрыта на карантин, так еще внутри города появилась своя зона отчуждения. Целый район, а это более 10 домов, оцепили. Все дороги и тропинки, ведущие сюда, перекрыли такими металлическими ограждениями, либо бетонными плитами. Жители района изолировали от внешнего мира, пока те спокойно спали в своих домах. Ночью по решению властей в квадрате улиц Аблайхана, Раскулбекова, Мусрепова и Мустафина вели жесткий карантин. Как оказалось, здесь зафиксирован большой всплеск случаев заражения коронавирусом. Вот один из очагов заражения в этом районе. Два подъезда этого дома закрыты на карантин. Никто зайти, либо выйти отсюда не может. За дверью круглосуточно следят полицейские. И такая картина почти в каждом дворе. Все не на шутку перепуганы. На улицу без особой надобности стараются не выходить. Жильцам, оказавшимся в заточении, помогают соседи. Они покупают для них продукты, лекарства и передают все это, немного приоткрыв дверь подъезда. Вечером закрыли где-то 8 часов. Вообще не выпускают? Не выпускают, да, вообще. Магазин вот рядом. Узерал Капилет. Своним продукты, в чем не пойдем, хлеб там. Закрыли вчера вечером. Позавчера вечером. А первый и этот подъезд закрыли вчера. С ума сходим. И, конечно, страшно. Конечно. Поскорее будет все закончилось. Дома, которые вирус не затронул, усиленно дезинфицируют. Жильцов после обработки просят не ходить по подъезду. Опасно для здоровья. Казалось же, два часа нельзя. Но до этого обрабатывали, говорили, что полтора часа нельзя выходить в подъезд. Но сейчас не знаем мы, тем более, с открытыми продуктами, как заходить. Обычно на правом берегу столицы очень оживленно. И это несмотря на карантин. Но в этом районе жизнь как будто замерла. На каждом углу стоят полицейские. И лишь изредка можно встретить жителей, либо проезжающие мимо машины. Люди в основном идут за покупками, либо в аптеку. А вот без веских причин из зоны оцепления никого не выпускают. За последние дни, как сообщили местные власти, в этом квартале выявили более 10 случаев заражения COVID-19. Чтобы сдержать распространение вируса, было решено изолировать весь район, а не каждый дом по отдельности. В заточении жителям района придется посидеть две недели. Если ситуация улучшится, оцепление могут снять и раньше. Всего же в столице сегодня закрыты на карантин 22 объекта. Помимо жилых домов, это медицинские учреждения и два общежития.